ребятки узнали кто это а это кто взяла эту прикольную маску с собой так ребятки всем привет всех вас целую люблю до луны и обратно в общем мы с этим едем в город эдуардо доброго дня всех с праздником трудящихся кто имеет в отношении к любому труду дай бог здоровья больше ребятки я еду нет вообще просто для чего просто погулять я уже не могу сидеть дома меня начинает замыкать сегодня так хорошо мне девчонки сегодня никакой не слабости нет ничего может быть теряет белковая бомба мне помогла вот не знаю может по мелочи что-то куплю просто по гуляю похожу по мелочи потому что на закупку поедем среди кам уже когда он закончит работу вот я вчера не даже не ожидала что он приедет он горит нет нет я приеду а так ему еще несколько дней работать он будет оставаться опять же в городе чтобы туда-сюда не кататься сейчас на работу к нему заедем посмотрим чем давно работа специфику его работа ой девчонки красота поля зеленые такая прям вот ну не знаю дома не могу сколько я просидела три недели дома просидела это для меня очень долго мне надо вот хотя бы раз в неделю выбираться в город вот сейчас и легкость такая в ногах да хоть и не хочу и отдышки нету такой вот хочется и пешочком пройтись так что погуляем сегодня посмотрим чё там чё там вообще в городе творится на людей себя покажу на людей посмотрю ой прелесть погода сказка просто приеду я сама своим ходом детей никого не взяла в общем мы выезжали они еще спали камила только проснулась ну камиле только скажи она ай да быстро прыгнет в машину но камилу уже этот у нас что каникулы будут длинные может быть все вместе выберемся тоже в город на качели ее в парк уже открыли по парку походим покатаем ее детей возьму тоже старших куда нибудь зайдем посидим вот так ребятки так Тимур там что-то звонит уже проснулся наверное вот ребятки сады ну они уже отсвели я просто а внизу это что дуванчики? какие-то цветочки полевые этот я просто в инстаграме видела они выкладывали пост как сады цивили ну красиво конечно было но уже все все отсвело вот здесь девчонки я работала помните яблоки на снегу розовые кстати вот эти саженцы стали продавать уже по 250 рублей но они требуют какого-то особого ухода то есть это не просто воткнул дерево и все а там нужно как-то что-то короче его постоянно надо поливать это раз потом в воду добавлять какие-то подкормки это два вот видите ихний этот вон по 200 а 350 250 какие-то саженцы тут что-то дорогу тоже делают так вот заехали к Эдику на работу ну это в центре это и так ради любопытства просто посмотреть что тут как тут это вот новые такие дома строят видите новостройки такие новомодные вот детский городок у них здесь в общем все как положено сколько здесь этажей Эдик а сколько тут этажей этажей сколько ты боже мой деткам кататься караедам все сделано вот такие подъезды тут еще грязно все люди сейчас эти ремонты делают ой че лифт такой страшный ну пока ремонт ну два страшненьких вот такие кованые перила везде ну красиво че там говорить вот так подъезды выглядят вот такой вот караед видите ну будет здесь четко все потом ну че Эдик показывай нам чем ты занимался почему у тебя столько дней не было дома рассказывай давай девчонки вот эта плитка я сначала зашла и думаю стена какая-то поштукатурена вот эта плитка вот это вот это что я вам говорила дорогущая плитка вот она походу да вот это что-то 6 дырок вот этих вырезал ну то есть он не имел права на ошибку то есть эта плита сколько на сколько 80 на метр 60 80 на метр 60 вот такие вот эти плиты большие и ее просто так не пойдешь не купишь в магазине то есть ее там заказывали откуда-то откуда-то с Индии да и это и это с Индии просто производитель разный а и прям ждали с Индии ну да офигеть не знаю я что-то как-то не фонтан если честно не нравится мужичи не понимают ну сейчас вот этот стиль лофт стиль лофт это да ну ну что-то типа таково так вот полы он выложил но полы уже видите все картонкой застерили целлофаном здесь что осталось здесь осталось вот этот угол так же на 45 грамм вот так вот там ой со всякими загогулинками это же тебе вот это все поэтому и тяжело делать столько резки всего ну и самое трудное это вот этот поддон такое маленькое все в квартирах у нас в доме такое большое ванная большая кажется здесь стиралка еще и стиралка будет здесь стиралка это душевая здесь инсталляция единический душ полотенцесушитель умывание ой она же как наша четверть четверть нашей ванной комнаты ну зато кухня а ну кухня большая да кухня ничего не спрашивает а ты полы здесь тоже да выложил уже все полы в общем где полы выложены видите все закрыли чтобы плитку не этот ну да кухня большая это котел в каждой да это свой котел или в доме идет все автономное все автономное ну то есть в каждой квартире сама в себе и вот эта вот вся вот эта требуха будет в кухне висеть ну нету корма не стоять и открывать все ага ради куба так же идет ага это однокомнатная двухкомнатная это вообще однокомнатная она видишь что сделала это тоже как бы комната была но она поставила в перегородке ага здесь будет гардеробная гардеробная что это такая комнатка маленькая да блин нет вот так бы мы в квартире жили этот ну что это у нас кухня да получается больше этой комнаты манюсенькая все такое маляпусенькая а вот еще и кофе здесь можно попить да ну давай наливай нет мне ж можно жиденькая такое слабенькая я с утра девчонки кофе с молочком попила там кофе-то налила а ну знаете аж просвечивается все в общем что сейчас кофейку попью а вон этот Россия здесь рядом в общем я сейчас быстренько доберусь куда мне надо Россия торговый комплекс вот сейчас кофеечку Эдик заварит ну что еще пару дней и ты домой да дай бог смысл косили и вернику не хотел уезжать сегодня дома лучше вчера пришел расслабился скупался одел халат халат дел ой как же дома по кайфу короче он смотрел мой прямой эфир когда последний был прямой эфир он на работе тогда был и этот ну и что потом звонит и критикует меня что ты там чешешься тут чешешься у меня не знаю начинает всегда нос чесаться и я тут так почешу тут так почешу визерит прямой эфир сидела говорит чесалась я не знаю это как-то непроизвольно что ли получается а это что за мозаика это плитка это будет на поддоне а поддон с этой мозаики да я такой первый раз вижу и первый раз не знаю что там получится вообще вот эта плитка вот эта мозаика должна была идти вот в этих местах где этот а а смотри здесь вот здесь вот здесь и вот здесь вот эта эта мозаика каждый мозаик в моем понимании мозаик это квадратики там красивенькие а это какие-то карандашики И я как её отговорю, во-первых, подготовка плохая была здесь, в стене, и мозаику на такие толстые слои выложится. Во-вторых, здесь же будут такие стёкла стоять, дверца, здесь стёкла. Если эту мозаику сюда положить, она будет сверлить, она вся раскрасится и опять начнётся это. Ясно. Ясно, а ну сфоткаешь потом, пришлёшь, когда закончишь. Да. Так, ну ладно, пошла я. Это что ты сейчас делаешь? Ну ты здесь, сукаш. Скучно тут, пойду я гулять по городу. Вот видите, они тяжеленные, вот это он их поднимал, а представляете, вот она высота какая, видите, у этой плитки. Вот это всё одна плитка. Так я начал поднимать, ну присоских поставил. Ага. И блин, она тяжёлая всегда, плюс там ещё шклей. Плюс ты худенький. Ну это, устоял, потом думаю, не, ну я не достаю до этой высоты. Я пошёл мешки, два мешка сюда положил и только тогда достал уже. Вот эта работа, девочки, стоит 40 тысяч. Вот эта ванная, вот эти все полы, вот это всё стоит 40 тысяч по деньгам. Но этих здесь задержался, он не знал вот это всё, что вот так это всё выйдет. Видите, здесь сколько выемок. То есть на вот эту ванну уходит много времени, потому что очень много подрезок. Такую плитку просто болгаркой не порежешь. То есть надо там, чтобы не заусовки, ничего такого не было. Поэтому вот он чуть-чуть в цене. Ну уже всё что, уже всё обговорено было. Вот видите, сколько подрезок, мелких-мелких. Плюс вот этот поддон сейчас начнёт выкладывать, сколько здесь подрезать всего. То есть вот здесь вот работа можно будет сказать, как ювелирная, да? Да. Как ювелирная, то есть за один день. Плюс тяжёлая. Тяжело было. Все думают, говорят так. А, это же быстро, это же большая плита, быстро бах-бах. Её таскать надо туда-несёшь, сюда-несёшь. Там подпельнул, вернулся. Бывает одну плиту, несколько раз идёшь, точишь, возвращаешь её, не подходит опять. Вот эти вот дырочки, видите, не просто там, а вот смотрите, они как ровненько-ровненько вырезаны. То есть никаких этих нет. А бывает, как там, просто продырявят, осколки висят, вот так потом замажут какой-то ерундой. Да, надо же как-то это. А представляешь, если бы ты вот эти вот, а если бы понатка раскололась бы эта плитка? Ну, всё. И что было бы? Всё, ну, не знаю, заказали бы, потом бы ждали бы. Ну, я бы, конечно, здесь не сидел по три месяца ждать. Ну, просто заказчику тоже же, ну, заезжать. Вот такой рельеф у него, видите. Так, ладно, Игорь, всё, похвастался, всё, побежала я. Давайте. Всё, всем пока. Давай, мы тебя ждём. Не забывай за нас. Хорошо. Пока-пока. Что подписчикам желаешь? Что желаю? Чтоб отдохнули все на майских праздниках, вот. Чтоб никто не болел. Всем здоровья. Всех благ. Много денег. Много денег, да. Много денег не бывает. Вот такая вот дверь. Ну, ладно, всё, давай, покидава. Так, ребятки, я в этом магнит зашла. В общем, думаю, возьму вот эти вот пять контейнеров. Они 86 рублей стоят. В них 0,46. Знаете, что, специи в них насыплю. Вот эти, которые мне пришли с Т-декора. А то некрасиво. Они в пакете стоят и высыпать некуда. Красота, да? И дёшево. В общем, взяла девчонки по чуть-чуть всяких овощей, фруктов, детям. Так, тут чоб, о чём у нас. Гробка 258. С кожей 199. Говядина 524. На кости 369. Фарш 319. Лопаточная часть 305. Но это тоже мякоть. В общем, вот такие вот цены. Это я в магните, девчонки. Печёнка 169 куриная. Куличи 19 и 39. Печёнка. Вот эти по 39, пару штицек. Куличи 19 и 39. В общем, на кухне 19 и 39 параштинка. С емкоть здесь, которые можно купить из кухни мобильда. Ну, в общем, мы шуми со временем. Печёнка 15 и 12 и 39 параштинка. Куличи 19 и 12 и 12 и 13 и 12 и 13, и 13. Продолжение следует...